Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В этом видео я поделюсь с вами моими фаворитами весны, то есть всей косметикой, какой-то уходовой продукцией, которую я любила этой весной, начиная с марта-апреля и май, конечно же. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Итак, начну я с продуктов, которые мне очень нравились, но они у меня уже закончились. И, во-первых, это вот такая вот маска для лица от The Little Alchemist. Называется она Cacao and Banana Face Glow. Это была сухая маска, то есть она была рассыпчатая, такой порошочек. Она пахла очень приятно, как видите, я уже не знаю с чем показывать, так как я уже вам сказала, что она у меня закончилась. Это обычная сухая маска, вы ее разводите водой, нужно было взять одну столовую ложечку порошка и развести ее в столовой ложечке воды, не столовой, а чайной. Мне эта маска очень нравилась, то есть она действительно очищала кожу, она делала ее очень мягкой, она даже ее отшелушивала. Просто потрясающая маска, я не могла ей нарадоваться. Здесь она полностью органическая, натуральная, здесь нет никаких парабенов, никаких вредных веществ, никаких красителей, минеральных масел, синтетических парфюмов, сульфатов и так далее. Также она не тестируется на животных, я ее получила в коробке Petite War. Потрясающая маска, мне она очень понравилась. Следующий продукт, который у меня закончился, это был карандаш от Alta. Я извиняюсь за эту малюсенькую вещь, потому что это все, что у меня от него осталось. Это был айлайнер в цвете Aero. У него вот такой вот красивый цвет, видите, один свайп, то есть я провожу один раз и он оставляет такую интенсивную линию. Я делала с ним макияж. Он очень мягенький, он очень хорошо пигментированный, им очень легко работать. Единственное, что он не водостойкий. И, то есть я делала с ним стрелочку и если я к концу дня не обращала на него внимания, то он к концу дня немного полз вниз. Но, наверное, это зависит от человека. У кого-то лайнеры размазываются, у кого-то не размазываются. Для меня, в принципе, это не было проблемой, потому что я всегда вроде смотрю в зеркало и поправляю, если что не так. Открытием в этом апреле у меня стал сухой шампунь от Suave, который называется Refresh and Revive Dry Shampoo. Вообще, почему я решила его взять? Потому что я слышала отзывы, что шампунь не сухие от Suave классные. И я слышала, что классный именно тот, который должен быть коричневым, который для окрашенных волос, темных волос не окрашенных и который не остается для след на волосах. Но я его не нашла. Я нашла вот такой вот шампунь и был еще один с кератином. Я решила попробовать вот этот обычный фиолетовый. У него очень приятный запах, запах фруктов. Как у него, видите, такой хорошо распыляет. Он действительно делает объем и он действительно не оставляет никаких белых следов. Если вы его хорошо вспалтываете и потом наносите на волосы, то иногда он может что-то оставить, но это легко убирается. То есть, если вы потерете и расчешете, это все уйдет. В этом плане у меня не было никаких претензий. Он просто потрясающий. Единственный небольшой минус, что я заметила, если батист, вы его побрызгали с утра и он у вас еще последующие два дня будет держаться и оставлять ваши волосы чистыми, то этот уже к вечеру ваши волосы снова выглядят грязными. Поэтому, если вы тот человек, который не любит ощущения сухого шампуня в волосах и моет голову, то есть, если вы его брызгали утром и вечером вы моете голову, то я думаю, вам стоит попробовать делать этот шампунь, потому что он действительно классный, он работает и он сделает для вас свое дело. Но если вы тот человек, который после того, как побрызгал шампунь, вы еще с ним ходите в волосах дня три после этого, то это, конечно же, шампунь будет не для вас, потому что вам его нужно будет постоянно набрызгать и поправлять. Я никогда не думала, что эти румяна попадут в фавориты, но это случилось, и это вот такие вот румяна от Alta, написано минеральные румяна в цвете фрезия. У них красивый натуральный цвет, я бы даже сказала цвет мов, не розовый, то есть пыльные розы. Когда их сфотчишь, они очень плохо пигментированы, то есть, они, можно сказать, вообще никакого цвета не дают, если вы их сфотчите. И поэтому я их раньше петь не могла, они ничего, не знаю, я их наносила, наносила, они вообще не наносились. Но потом случилось так, что я купила вот такую вот кисточку, это кисточка от Real Techniques by Sam & Nick Chapman. Эта кисточка была в наборе Nick's Peak, и она идет для румян, ее, конечно, можно использовать для всего, чего угодно. Но я начала использовать эти румяны вот с этой вот кисточкой, и от чуда случились невероятные вещи, они действительно проявляются и на щеках, да, и они действительно очень красивые натуральные розовые румяна. Для себя я сделала вывод, что не всегда румяна, которые не проявляются, плохие, может, вы просто используете неправильную кисточку с ними. Поэтому эта кисточка, это тоже мой фаворит этой весны, я ее обожаю, я вообще очень рада, что купила этот набор, просто потому, что этой кисточкой я пользуюсь больше всего, а также я могу ее использовать вот с этими румянами. В марте и апреле я для себя делала Weekly Makeup Basket, то есть это такая... Это такой тип видео, которое вы можете встретить на YouTube, которые делают американские блогеры, у которых много косметики, чтобы они свое внимание концентрировали в течение недели на какой-то одной косметике, то есть не кучу всего перебирать и пробовать, а именно они собрали косметику в косметичку, и именно ей пользуются всю неделю. После следующей недели они ее поменяли, и я решила делать так же, и я снова начала использовать вот такие вот румяна, не румяна, тени, а от Wet n Wild, называется Sweetest Candy и Walking on Egg Shows. Я на самом деле, наверное, забыла, насколько они классные, потому что они у меня лежали весь год, я ими не пользовалась, и вот сейчас начала я ими пользоваться снова, и просто вау! Начнем с Sweetest Candy. Вы видите, я уже даже протерла здесь дырочку. Итак, вот здесь вот я сделала небольшие сводчи, я не знаю, будет вам видно или нет. Они, кстати, сводчатся не очень хорошо, но вообще, когда вы их наносите на глаза, пигментация просто отличная, мне очень нравится вот этот розовый цвет, он очень нежный, романтичный, он сатиновый, поэтому красиво переливается. Потрясающий тень, я даже думала купить больше, но, не знаю, пока сдерживаю себя, потому что у меня много теней, и хочу использовать то, что у меня есть. Далее, следующая палетка называется Walking on Egg Shells, эту палетку любят абсолютно все. У нее тоже очень красивые цвета, сделала сюда. Вот этот вот нижний цвет, его часто сравнивают с первым, по-моему, цветами с палетки Naked Basics от Probe and Decay. Отрицающие цвета, очень мягкие, пигментированные. Я вообще не знаю, зачем я их забросила, они такие классные. Если у вас будут возможности, обязательно попробуйте, это Wet n Wild стоит около 3 долларов, по-моему. Следующий фаворит, это помада, и это помада от NYX, их матовая серия в цвете T-Rose. Вот, мне очень нравится этот цвет, он нравится мне в такой степени, что я думаю, это будет мой must-have. Посмотрите, какой потрясающий цвет. Я вообще не любитель розовых цветов, хотя сегодня я вся одета в розовый, и макияж у меня какой-то сиреневый розовый. Но мне розовые цвета не нравятся, и у меня ощущение, что они мне не идут. Но эта помада, она розовая, но в ней есть кропинки коричневого перемешаны, поэтому у нее такой мовит, то есть цвет пыльной розы тоже самый, мов. Она очень кремовая, она не сушит губы. Она сушит чуть-чуть, но не до такой степени, что все там трескается и падает. У NYX очень большой выбор цветов, поэтому, если вам не нравится вот такой вот цвет, вы можете посмотреть для себя какой-то другой. Но я уже присмотрела для себя два других цвета, которые я очень хочу попробовать. Кстати, NYX это косметик, который не цитируется на животных, если для вас это важно. Это тоже большой плюс. Я просто обожаю эту помаду. Я, как уже сказала, эта помада действительно мой must-have. Если когда-нибудь у меня эта помада закончится, то я обязательно куплю себе новую. Ну и последний продукт, он тоже для меня был открытием этой весны. Это был праймер от Urban Decay в цвете Sine. Такой вот у меня пробничек был. Я его выдавила вот такую вот упаковочку от румян, которую я закончила. У них потрясающий цвет, то есть они переливаются. Это не матовые, это не прозрачные базовые лица, это как кремовые тени. Это такой топовый, тут же примешано немного розового золота. Мне очень нравится этот праймер. Я даже не знаю, зачем тратить деньги и покупать всякие original, то есть оригинальную базу от Urban Decay, когда есть вот эта вот потрясающая база, и она называется Sine. Тут написано Champagne Shimmer, то есть они металлик, то есть цветом шампанского. Очень красивая база, их можно наносить сами по себе, можно делать как базу для других теней. Я просто обожаю их. Ну и последний фаворит мой, это будет фаворит весны номер один. Это не косметический фаворит, это больше всего лайфстайл фаворит. Это цветы, которые распустились перед нашим домом. Я не знаю, как называется этот кустарник, но цветы, которые распускаются каждую весну, они настолько красивые, они ядерного розового насыщенного цвета. Это просто потрясающая красота, и я могла бы смотреть в окно, просто сидеть возле окна и смотреть на них. Это до такой степени они мне нравятся. И да, это именно те цветы, которые вы видели на заставке к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня все. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и мы увидимся в самом следующем. Субтитры создавал DimaTorzok